Доброго времени суток! Итак, продолжаем повествование о палочковом материале. Здесь вот размещены культуры, то есть высеянные из этого палочкового материала. Выглядит он приблизительно вот таким вот образом. Ну, скажем так, для каждой культуры, сейчас не буду это демонстрировать, камера все равно плохо передаст, но немножко они отличаются по внешнему виду, сам рост даже мицелия. Ну, это характеризует, дает такое убеждение в том, что здесь, скорее всего, разные виды мицелия засеяны. Значит, давайте посмотрим так. Значит, в таком порядке здесь находятся эти культуры. Будем смотреть, что мы видим вот на этих чашках. То есть, как видим, это вешенка розовая. Вот так приблизительно выглядит ее мицелий. Нужно сказать, что довольно-таки он неплохо зарос на этой среде, на этой чашке. Здесь есть более такой вот красивый экземпляр. Ну, нужно вообще об этом росте. Уже опытные микологи, которые следят за каналом, вы сразу понимаете, вообще вешенка розовая немножко поразила. Вот скоростью роста, длиной самих гифов, довольно-таки впечатляющий рост. Чистая такая получилась чашка. Буквально на днях будем делать из нее пересев. Нужно будет уже делать какие-то другие мицели. И здесь еще один вариант. Тоже довольно-таки обширный, быстрый рост. Очень хорошая такая красивая культура. Как-то она так очень жидкий такой получается мицели, но в то же время быстрый такой вот, как ветер. Так, смотрим, что здесь получилось вот дальше. Но тут у нас получились вот такие немножко противоречивые результаты. Как мы видим, что мы здесь видим? Мы здесь видим два роста, к сожалению, или к радости. Это вешенка лимонная. Посев палочкового материала дал вот такой вот результат. Однозначно сбоку это не есть загрязнение при посеве. Потому что если бы это было какое-то загрязнение, то это был бы рост в виде какого-то пенициллина, триходермы, что-то такое зелено-наглое, которое бы тут или жрало бы, или бы. Это реально какой-то гриб. Сто процентово он напоминает какой-то гриб. Давайте посмотрим на еще один экземпляр. Попробуем сделать какие-то свои микологические выводы. Вот смотрим. Конечно, что однозначно, вот, к сожалению, не знаю, как оно сможет сфокусировать. Вот, хотелось бы, чтобы это так хорошо было сфокусировано. Нужно будет на макросъемке вот это снять, потому что очень красивая такая. Какой вывод можно сделать здесь? Она так красиво вживую выглядит. Вывод, значит, делаем такой. Рост вот этой самой культуры постороннего гриба, он происходит из самой палочки. При том, что мы видим, она растет как в передней части, так и здесь в задней части. То есть, источником происхождения вот этого гриба является сама палочка. До чего это красиво, я обязательно сделаю макрофотографию. Это просто какое-то чудо. Значит, что в дальнейшем мы будем делать с этой чашкой? Ну, и еще один важный момент. Видите, где ферментирует вот эта культура, которая нам не нужна. То есть, та, что находится вот здесь. Вот, там, где произрастает вот эта культура, видите, такой ореол вокруг нее. Видно, ферментация вот этой культуры не позволяет мицелию произрастать на эту территорию. Но в то же время, как мы видим, эта же культура не произрастает и на территории этого гриба. Вот, для вас это яркий очень пример. И объяснение того момента, когда вы сеете мицелий на старые пни, которым уже год или два, чтобы вы вот имели понимание. То есть, видите, эти грибы четко заняли каждое свое место. И друг дружке они не соваются на чужую территорию. Это очень хорошая такая характеристика грибов. Они характеризуют их с очень положительной стороны. Иногда люди немножко забывают об этих моментах и создают множество глупых и ненужных проблем. Вот, посмотрим здесь та же совсем история. Однозначно видим, что источником роста вот этого постороннего гриба является именно сама палочка. Теперь из нее тут какая-то капля такая вышла интересная. Тут какая-то отдельная история, но это какая-то ее ферментация. И мицелий имеет возможность, сам мицелий, это значит вешенки лимонные. Вешенки лимонные. Вот, он все-таки растет. Но какая дальнейшая судьба этих чашек? Однозначным образом, что мы их выбрасывать не будем. Мы их не будем отбраковывать. Это просто, что мы будем производить. Мы в интактной зоне. Мы будем брать именно рост самого мицелия этой вешенки лимонной. Ну и то, что называется, скажем так, микологически скажу, что то, что называется, придется нам эту культуру немножко отмывать. Вот от этой, вот этого сепаратиста. Скажем так, потому что он нам тут здесь вообще не нужен. Это непонятный гриб, как видите. Но интересный такой момент, что у вешенки лимонной этот гриб присутствует на всех трех чашках. То есть можно сделать вывод, если бы это было на какой-то одной из чашек, то можно было бы сделать вывод о не совсем чистой работе. Но, извините меня, это уже вы себе как хотите к этому можете относиться. Но я знаю, что... Вот, к примеру, чашка довольно-таки чистая. То есть розовая вешенка как-то получилась вообще хорошо. И еще один момент. Сейчас мы проанализируем вот этот опенок японский. Очень красивые такие фотографии, меня впечатлили по внешним видам вот этот опенок. И мы сейчас проанализируем, что здесь получилось у нас с опенком. Так, может так будет лучше видно. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим ту же какую-то такую вот странную историю. Этот опенок... Сейчас я попробую. Я сам, в принципе, вот эти... Вот эти пробирки анализирую сам вообще впервые. Они у меня стояли где-то, я не знаю, какого там числа я высевал. Восьмого это прошло, ну, уже довольно-таки... Это две недели прошло с того времени. Сам я впервые вижу. Но хуже всего выглядит этот японский опенок. Что-то он вообще никак. Значит, мы, наверное, с его культуральными свойствами пока отложим этот момент до выяснения обстоятельств. Что-то с ним вообще непонятно. Но вот тут есть такие вот более хорошо видно вот на этой чашке, на этой пробирке. Здесь есть какие-то такие странные тоже включения, которые напоминают вот тех вот странных грибов, нам ненужных вот таких вот грибов, которые произрастали на предыдущих чашках. Что-то здесь очень странная такая ситуация. Я не буду там особо комментировать относительно. Я просто даю вам информацию, то, что я вот сам вижу. Выводы мы сделаем немножко позже. Вот видим розовая вешенка, та же история. Очень прекрасный, очень такой вот качественный. Очень хороший рост. Мы будем так вот на фоне вот этих грибов показывать сам мицелий. Очень хороший рост, сами чашки очень чистые. И этот мицелий уже готов к тому, чтобы его засеять на банке. Прекрасный мицелий, прекрасные палочки, прекрасно растет. Я думаю, проблем с его выращиванием уже на самих блоках не будет. Тем более по скорости роста, как мы видели на первой чашке, он довольно-таки шустрый, такой вот мицелий. То же самое история с вешенкой лимонной. Как мы видим, на самих пробирках, как-то песня более так хорошо сложилась. Все пробирки, пробирками вообще они практичнее более работать. Они всегда получаются более чистыми, чем чашки. Потому что ввиду современных таких технологий производства, бывает, что и чашка сама, чашка Петри может быть немножко так сделана с нарушениями. Она не очень хорошо притерта или кривое стекло. Оно может подсасывать воздух вот под саму крышку. И из-за этого инфекция может попадать ввиду вообще наших, ну, не вообще наших причин, из-за того, что она просто с дефектом сделана. То, что мы только со временем сможем увидеть уже, когда будут дефекты. Ну, видим, здесь вот на пробирках, как обычно, все получилось более-менее хорошо. Ну, и этот, интереснее всего, вот этот опенок. То, что там какие-то пошли росты, это вообще полностью, мне кажется, это не опенок. Это какая-то инфекция. Вот, ну, не вижу я здесь полноценного какого-то роста. Нужно будет повторить вот этот посев. Тем более, вот опять встречаем вот те посторонние грибы. Они только тут такие вот маленькие, вот сверху. Не могу вам, ну, видите, вот сверху над палочкой, вот есть вот эти включения. Они очень напоминают те, что были на чашках. Вот эта инфекция здесь. Ну, главное не это. Главное, что роста самого мицелия палочки я не наблюдаю совсем. Нет, это нету мицелия. И он вроде бы как пушится что-то тут на палочке. Но, да, с японским вот этим городовым опенком что-то немножко не получилось. Значит, что? Вот такие, соответственно, выводы мы можем сделать из того, что мы здесь видим. Что тут у меня еще есть интересного? Да, есть две интересные такие вот чашки. Мне почему-то их было жалко выбросить. Дальше проводим там эксперименты. С этим всем здесь рейши, которые были на банке. Ага. Вот, наверное, ответ на наш вопрос. Вот этот гриб на этой чашке, он очень напоминает... Все-таки, очень напоминает то, что мы видели на чашках двух предыдущих вариантов. Значит, скорее всего, он где-то попал из, возможно, из нашей среды. Здесь что? Здесь герицей. Герицей. Он был... Этот герицей был забран из инфицированной банки. Значит, почему я его забрал? Потому что он очень так красиво пушился. И мне просто стало жалко вот этой палочке. Посмотрите, как он пробует рваться вот к жизни. Как красивенько вот эти грибочки строят в своей кораллы. Герицей. Герицей это вот что. В дальнейшем. Из него должна сделаться вот такая красота. Ежовик грибенчатый или герицей. Вообще, странный очень гриб. Сейчас вот я разбираюсь с ним, как его приручить, что с ним делать. Вообще, он живет на живой древесине. В отличие от вешенки, которая на живой древесине редко когда встречается. Она более на мертвой, скажем так, древесине. То ежовик грибенчатый, это именно гриб, который живет на живой древесине. И когда задают вопросы относительно того, можно ли, ну не будет, не угрожает ли вешенка, например, на пнях в саду другим плодовым деревьям. То вот насчет вешенки я могу сказать 100% что вешенка не угрожает. Абсолютно. Нет никакой угрозы другим плодовым деревьям. Потому что она почти, ну не почти, она не встречается на живой древесине. Только на умирающей или на сухих ветках. Но вот ежовик, вот этот грибенчатый, он растет именно на живых деревьях. Как он будет чувствовать себя в саду, не будет ли он просто сам по себе, скажем так, пересеваться или заселять другие плодовые деревья. Этот вопрос остается открытым. Но однозначно у меня сейчас есть желание там на старых деревьях все-таки сделать его посев. Когда я буду это делать, я обязательно с вами поделюсь этим моментом. И вот, смотрим на эту чашку. Значит, вот эта палочка была изъята из полностью такой инфицированной банки. Все-таки засеяна сюда. Но, как видим, этот гериций победил в этой схватке с инфекцией. Он сам хорошо очень оброс таким вот мицелиям. В дальнейшем можно просто взять хорошую чистую агаровую среду и его отсюда убрать. Как видим, рядом с ним соседствует еще очень такая, довольно-таки красивая, такая какая-то грибная культура. Так вот она выглядит. Сейчас попробуем ее более так детально рассмотреть. Вот такая вот у нас красавица. Вот. И вот такие результаты у нас получились в нашей лаборатории. Однозначно. Но есть такое подозрение, да, что-то мне вот эти культуры именно на японском. Почему-то они мне... Ну, что в дальнейшем с этими чашками делать? Опять же, таких не нужно выбрасывать. Этот мицелий просто или эту палочку нужно отсюда изъять. И попробовать на полноценную какую-то среду ее перекласть. И в дальнейшем понаблюдать, что будет происходить. Если все будет хорошо, то это нормальный живой мицелий. Вот. И вот такие результаты. Вот относительно этого палочкового материала. Нужно было сделать вот такую публикацию. В дальнейшем эти мицелии будут отсеваться уже на полноценные питательные среды. И из них будем делать уже рабочие варианты мицелии. Из которых будем выращивать вот такие грибы. Относительно вешенки розовой. Ну, очень красивый такой, впечатляющий внешний вид. Учитывая скорость роста на самих чашках самого мицелия. Это, опять же таки, дает надежду, что потенциально это может быть очень хороший промышленный вариант. Который будет ставить нас далеко впереди конкурентов. Опять же таки, ну, нет слов. Лимонная вешенка. Если даже посмотреть в интернете другие фотографии, то это впечатляет. То есть, сам гриб выглядит, ну, просто чем-то напоминает что-то лисички созвучно. Ну, и интуитивно сразу так вот, как бы, за душу берет вот такой его внешний вид. Я думаю, это тоже очень такой положительный фактор. Красота. Ну, и говорят о мной. Витамин вообще, он очень такой ароматный. Вот это, именно вот эта лимонная вешенка. Вполне может быть. Та же история с королевской вешенкой, которая, я считаю, вообще второй гриб после белых грибов. И, ну, опенок японский. По внешнему виду очень внешне напоминает наших опят. Он такой вот, ну, довольно-таки похож на опят. Скорее всего, он что-то такое общее у них будет с опятами. Как он будет культивироваться? Ну, по первому опыту с пробирками пока оставляет желать лучшего. Ну, я думаю, путем проб и ошибок мы все-таки сможем его дожать. Для более полноценной такой вот культивации и о промышленных условиях. Ну, и что-то хотелось бы мне еще добавить относительно вот этих грибов. Хотелось добавить следующее, что эти в дальнейшем будут получены мицелий зерновой. То есть у меня вообще личное мое очень большое сомнение относительно посева палочкового материала на бревна. Здесь немножко там сложные такие технологии для того, чтобы достоверно был результат. Но и это более так длительно. Вот с зерновыми целями то видео, та рекомендация и тот способ, который я разработал и я предлагаю многим грибоводам на протяжении многих лет, себя зарекомендовал очень позитивно и дает очень такой стабильный и гарантированный результат. То есть в дальнейшем будет зерновой мицелий вот этих вариантов грибов, так что можете обращаться ввиду того, если он вам будет нужен. А с вами был Макс Аллер. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и следите за каналом. Продолжение следует...